Эвакуация На сегодняшний день еще процентов 20 находятся в городе Покровске и тоже требуют эвакуации. Я точно не скажу, но где-то тоже еще около 100 человек. Вот вы попросили помощь волонтеров. А в чем заключается необходимость? Что нужно? На сегодняшний день нам нужны люди, которые будут непосредственно сопровождать человека. То есть от его квартиры до места его расселения и потом этот человек возвращается назад. Его задача состоит как раз в помощи маломобильному человеку. Это и, может быть, ему надо оказать помощь сесть в ЖД-вагон, либо автобус, сопровождение в пути. То есть это нужно ухаживать за человеком. Возможно, нужно будет помочь ему сменить его помощь в его личной гигиене. И точно так же помочь уже на месте размещения с расселением. Конечно, на сегодняшний день мы знаем, что практически у нас очень многие люди выехали. Выехали социальные работники. И у нас катастрофически не хватает рук на сопровождение маломобильных людей. Поэтому, конечно же, мы обращаемся к волонтерам. Если есть у кого-то желание, возможности, мы будем рады любой помощи. Но хочу сказать о том, что, прежде всего, нужно подумать о том, что люди, которые не в состоянии самостоятельно передвигаться, на сегодняшний день очень зависимы от нас. И именно они просят помощи. И мы, как никто, должны откликаться на эту помощь. А скажите, куда их расселяют непосредственно? Это специализированные учреждения, также дома-интернаты? Да, в основном, конечно, это реабилитационные центры. Они расположены в Чернополе, они расположены в Черновцах. Очень много у нас по линии церквей уехало людей. У них тоже при храмах есть, при их православных учреждениях очень много есть таких центров, где они расселяют и людей с инвалидностью. А дети, которые у нас были, это мы сейчас говорили о взрослых людях, которые одинокие, которым нужна помощь, поддержка маломобильная. А дети маломобильные? Их тоже специализированные. Да, там разные категории, там есть просто разные отделения. Есть детские отделения, есть отделения для взрослых. Но в основном это реабилитационные центры, куда мы помещаем наших людей с инвалидностью. Если человек отказывается, тогда как ему? Все-таки мы стараемся не оставлять его самостоятельно. У нас в городе еще есть соцработники, которые остаются и будут оставаться в городе. Конечно, нагрузка на этих людей колоссально увеличилась, потому что вместо 7 человек они обслуживают до 30. Будем стараться, конечно же, этим людям в случае необходимости помогать. Но понятно, что мы не сможем их там каждый раз поднимать в убежище, опускать в убежище. То есть будем предлагать, что мы человека опускаем в убежище какое-то время, пока не пройдут активные боевые действия, он находится в убежище. Точно так же мы обращаемся к соседям, которые еще остались в данных подъездах, в жилых домах. Тоже не бросать в случае объявления воздушной тревоги сначала помочь людям, которые требуют посторонней помощи, а потом уже все-таки опускаться в укрытие самостоятельно. Субтитры создавал DimaTorzok